43 попытки суицида и 4 попытки побега заключенных предотвратили в Казахстане в минувшем году. Об этом сообщили на брифинге Министерства внутренних дел. Полицейские считают, что таких ЧП удалось избежать благодаря камерам видеонаблюдения. За последние два года в колониях их установлено 39 тысяч. Кроме того, с помощью систем слежения удалось задержать более 150 человек, которые пытались пронести в исправительные учреждения запрещенные предметы. В результате такого контроля при попытке доставки запрещенных предметов задержан 151 человек. То есть пресечены попытки проноса 267 телефонов, 33 литра спиртных напитков и около 2 килограммов наркотических веществ. К административной и уголовной ответственности привлекается 58 лиц, а по 88 уже есть решение судов. К слову, не всем заключенным контроль через видеокамеры пришелся по душе, поэтому 680 средств наблюдения были умышленно сломаны. Появилась тенденция умышленного повреждения видеокамер отдельными осужденными. Повреждено и выведены из строя 683 камеры видеонаблюдения. Поэтому в уголовный кодекс внесены соответствующие поправки. А именно, введена новая статья, то есть статья 428 прим. 1, называется «Умышленное уничтожение или повреждение системы видеонаблюдения в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах и изоляторах временного содержания». Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.